Московским районным судом города Твери вынесен приговор выходцу из Средней Азии, 26-летнему Ибрахим Жону Усмонову, скрывавшему от силовиков информацию о друге-террористе. Его приятель воевал на стороне Международной террористической организации. Вину подсудимый полностью признал и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Вы раскаиваетесь о том, что вы совершили? Да, я раскаиваюсь. Признаю свою вину, что не сообщили. Органов власти признаюсь. Больше так не будете поступать? Такого поступка не будет. Что другим посоветуете вашим землякам, если кто так же захочет поступить? Ну, лучше такой поступки не было, чтобы. Первый и последний раз. На самом деле. Как установили сотрудники УФСБ России по Тверской области, мигранты познакомились в Твери, где вместе занимались отделкой квартир. После отъезда в Сирию друг стал участником террористической организации. Уговаривал Усмонова примкнуть к боевикам. Просил оказывать им помощь. Как выяснилось, уехавший вербовал не только друга, но и других жителей Верхневолжья. Подсудимый приглашение в Сирию не принял, но переписку продолжил. Своё общение с террористом молодой человек скрывал, никуда по этому поводу не обращался. Последствия своих преступных действий, а точнее бездействия, осознал только в суде. По закону за несообщение правоохранительным органам о контактах с террористами наказание может быть вплоть до лишения свободы. Но суд учёл раскаяние Усмонова и его помощь следствию. В итоге мужчина приговорён к денежному штрафу. На этой неделе вступил в законную силу ещё один приговор. Четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима получил ранее осуждённый, пытавшийся создать религиозно-экстремистскую ячейку в одной из колоний Тверской области. Его противоправную деятельность своевременно пресекли спецслужбы совместно с сотрудниками регионального управления ФСИН. Собранных доказательств суд посчитал достаточными для вынесения обвинительного вердикта. Вот это то, что практически у нас демонстрируется впервые. Это у нас, мы к ней ещё быстро поговорим, это у нас третья эпоха нашей воинской славы, это Отечественная война 1812 года. И сейчас, действительно, за последний месяц был изготовлен вот такой экспонат. Именно таким впервые школьники областной столицы увидели воина Великой битвы с Наполеоном. 12 декабря, в День Конституции, ребята пришли на экскурсию в музей «Четыре эпохи воинской славы Твери», открытого для посещения и просвещения всех желающих здесь, в региональном отделении Союза десантников. Экскурсию по легендарным историческим вехам воинской славы проводит заместитель председателя Тверского регионального отделения «Союз десантников» Алексей Виноградов. Больше 14 тысяч наших земляков ушли на войну с Наполеоном и героически там сражались. Поэтому мы постарались, действительно, естественно, рекорд, это молодой человек, возраст от 18 и чуть более, как правило, то есть поэтому у него такое, обратите внимание, молодое лицо, значит, автор этого экспоната, тоже у нас замечательный, Юрий Григорьевич Цветков, он тоже, мы вместе занимаем одинаковую должность, но как бы его руками созданы вот эти манекены, то есть, в общем-то, это его руками, то есть он у нас специалист по всем технологиям. Мы с Алексеем вместе работали, да, но его, как бы, это сознание, мои руки. Ну вот, изготовляли, как бы, да, из нуля, как бы, можно сделать, как бы, все восстанавливали, здесь его довольны, чтобы было, как бы, понятно и исторически точно. Это специально сделано для детей, чтобы они знали нашу историю, как бы, да, в школе бывает много не рассказывать такого, здесь более уже подробно, более точно уже рассказываем именно по эпохам, по временам, по историческим датам. Новый экспонат музея создавался при непосредственной помощи Федерального совета проекта партии «Единая Россия. Историческая память». На встречу со школьниками приехал член Федерального совета, писатель, общественный деятель Александр Усанин. Как еще говорил Наполеон, меч всегда будет побежден духом. Главное – это состояние души. За что мы сражаемся? Когда мы говорим о патриотическом воспитании, нужно понимать, что патриотизм – это любовь к родине. Чем больше мы узнаем о людях, которые отдали свои жизни за наше будущее, чем больше мы узнаем о своей родине, тем больше мы ее любим, и тем больше у нас есть внутренние силы для того, чтобы защищать других. Что самое интересное, Россия всегда стремится остановить агрессию. Как говорили все наши деды, повторяя знаменитую фразу Александра Невского, мы мирные люди, но если кто-то к нам придет с мечом, то от меча и погибнет. Мы не хотим чужого, но своего не отдадим. Легендарный мушкет Браун Беск. Вот это как раз то, что мы хотели показать. Надо было видеть, с каким интересом слушали ребята рассказ Алексея Виноградова. И сколько потом тянулось рук. Поскорее задать свой вопрос. Подробнее и побольше узнать о тех, кто с мечом или ружьем в руках отстаивал нашу государственность. А как шились кольчуги, если такое железо? Они не шились, они клепаются, они ставятся в совершенно праве железных колец, соединяются между собой, их вообще правильно проковывать. Их ковывают, каждое кольцо. Так, что там, ребята? С какого момента люди, воины, начали использовать какое-то другое оружие для стрельбы, не засчитывая лука и арбалетов? Напомним, музей «Четыре эпохи воинской славы Твери» открыт в областной столице в апреле 2017 года. Все экспонаты по крупицам собирали сами ветераны-десантники. После экскурсии каждый школьник может не только примерить на себя одежду воина той или иной эпохи, но и пострелять в тире из настоящего лука. Здесь действительно встречаются поколения. Те, кто прошел войну и не понаслышке знает о силе оружия, говорит ребятам о том, сколь важна мирная жизнь, и потому нужно уметь ее защищать.